Как и обещали, мы возвращаемся к начатой вчера теме. Новая схема движения в центре Наринмара теперь в центре внимания телеканала Север. Движение на данном отрезке дороги регулирует светофор. Кстати, он соответствует всем требованиям и имеет необходимую сертификацию. Однако новая схема движения вместо привычной, когда все движения на круге были доведены до автоматизма, не понравилась наринмарским автомобилистам. Привычка, как говорится, вторая натура. Чтобы от нее отказаться и привыкнуть к новому, требуется время. Вчера на своей официальной странице ВКонтакте телеканал Север попросил автомобилистов поделиться первыми впечатлениями и высказать аргументированное мнение за и против. За несколько часов набралось более ста отрицательных отзывов. Основной аргумент следующий. Новая схема движения создала искусственные пробки на дорогах. Водитель ненецкой телерадиокомпании Михаил Пятышев – опытный водитель. С ним наша съемочная группа и отправилась опробовать регулируемую светофорами зону движения. Новый светофор. Есть все разметки, есть все знаки. То есть все четко, ясно, понятно. Вот полорог на лево. Всех кирпич на встречную полосу. А у тебя были какие-то трудности уже с этим? Нет. В первый день ехали так немножко люди. Волновались. А сейчас нормально. Михаил считает, к новой схеме движения нужно просто привыкнуть. Одни его мнения разделяют, другие нет. Оно и понятно. Ни у кого нет желания в утренние и вечерние часы ПИД попадать в пробки. Некоторые опрошенные говорят, что добираются изыскатели до места назначения в городе более 40 минут. Привычка, все равно привыкнут люди. Все равно к одному. А так, не важно. Лучше было, когда по кругу ездить. А почему вам неудобно водить на фокусе? Ну, потому что, когда мы едем на левый поворот, здесь плохо получается. Здесь отсюда едут машины и там. Надо их пропускать. Получается, там тоже пробка. Они не могут проехать в зеленый свет. Не хватает полосы для движения в город. Для поворота на Первомайскую. Это как минимум. И здесь очень удобно. Пересекают встречные машины. Я первый раз. Первый раз. Вот выехала, да. Первый раз смотрю. Вчера прочитала подслушанно. А сейчас вот первый раз еду. Не знаю. Не знаю, как это все будет. Честно говоря. Но мне кажется, неудобно. Было раньше удобнее, наверное. Между тем, автомобилисты предлагают свое решение. В первую очередь, изменить интервал работы сигналов светофора на более удобный. И главное, расширить дорожное полотно. Карманы для съездов, аналогичные на перекрестках улиц Рабочая, 60 лет Октября, или Ваучейского и Октябрьской, сами собой напрашиваются. Время покажет. Если будут там пробки, туда будет больше времени необходимо. Если здесь пробки будут, здесь надо больше времени. Это все зависит от времени и от потока. Создать пробки. Это он уже создает. Я уже второй день, уже за мост пробка. Ну, 30. Так что это неправильно. Или паузу уменьшить. Там до ужина, если здесь налево поворачивают, со стороны, с Медовича, то есть с города, налево поворачивают, там становится пробка. Здесь надо расширить, чтобы налево на Первомайскую повернуть. Даже бывает, что и Николай встанет, и все уже за тобой все встали. На этапе благоустройства данного участка дороги, который находится в ведении федералов, администрация Ненецкого округа вышла на подрядчика работ у Продор-Приками с конструктивным предложением не допускать сужения полосы движения на данном перекрестке, сократить размеры островка безопасности. Кроме того, было и предложение расширить проезжую часть за счет переноса ограждения по улице Первомайской. Все требования властей согласованы с ГИБДД. Наши были предложения какие? 8 июля мы проводили, вернее, 8 июля мы написали письмо, 5-го мы проводили встречу, приглашали депутатов, приглашали ГИБДД. Была видеоконференция организована, Супрдор-Приками. Там мы попытались объяснить, что эксплуатация дорог в зимних условиях достаточно сложна. Появляется накат, который ледовый, который очень сложно убрать в наших условиях. И содержание дорог тоже оставляет желать лучшего, как мы знаем. Снег некуда складировать, убирать. Достаточно много проблем и сужение на этом перекрестке дороги в районе больницы, старого здания больницы и Ленина 5, приведет к тому, что дорожная обстановка только ухудшится. Изначально подрядчик, работающий по контракту с Автодором, не соглашался ни на какие уступки в отношении развязки. Но когда вчера стало понятно, что она не совсем отвечает своему предназначению, уже сегодня, во второй половине дня, изменил дорожную разметку в пользу расширения полосы движения. Мы, конечно, обратились, чтобы пока в мигающий режим обратно перевели светофор до момента уширения полос. Ну, вот, пошли они немного своим путем, но, тем не менее, вот сейчас это уширение с отвороткой на Пермойску, может быть, даст какой-то эффект. Кроме того, чтобы разгрузить поток машин в часы пик, здесь будут дежурить сотрудники ГИБДД. Сейчас, в данный момент, нами было сейчас принято решение, утреннее и вечернее время, часы пик, взять ее под ручное регулирование, чтобы наши уважаемые участники дорожного движения, уважаемые водители привыкли к этому нововведению, к этому перекрестку и спокойно дальше уже продолжали свое движение. Тем временем в региональном департаменте строительства, транспорта и энергетики продолжат диалог с подрядчиком выполненных работ. Ольга Русул, Влад Ткачев, Телеканал «Север». Редактор субтитров А.Семкин